Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Чтобы вырваться из зоны вылета, в 13-м туре команде «Сейнт» было необходимо цепляться за очки в матче с грозными «Юнити». В первом бою на Химмельсдорф «Сейнт» берут стандартный сетап — тройка АМХ 50-100, пара третьих «Сов» и разведчики Т1 «Каннингем». А вот «Юнити» выезжают из ангара более мобильным составом и предпочитают ИСУ лишнего французского тяжа. Единые начинают с нижней базы и почти в полном составе заезжают на нулевую вертикаль. Казалось, задумка неплохая, особенно учитывая то, что «Сейнт» проигнорировали гору. Но что-то пошло не так у атакующей стороны. Заняв огневую точку, Ратоли и Черина начали работать по Явасу. Но откуда ни возьмись, на них самих градом посыпались снаряды. Перестрелка завершается явно не в пользу «Синих». Минус один танк и потеря половины прочности у второго. Провальный старт «Юнити» нашел свое продолжение на другом полюсе карты — «Железной дороги». Чувствуя слабость соперника, парни и «Сейнт» превратились в свирепых охотников. Для начала три тяжа буквально на запчасти разбирают одинокого нуклеара. Ну а берсерк Аймига и вовсе забывает о какой-либо осторожности. Заехав на вражескую базу, он встречается сразу с тремя соперниками. И как ни странно, в ангар первым делом отправляется Анатолич. «Сейнт» использует численное преимущество и распечатывают счет в матче 1-0. Засушив игру в последующих трех боях, «Святые» готовились с триумфом возвращаться в ангар. Однако в пятом, на «Энске» танкисты из «Юнити» с двух сторон окружают окопавшихся противников и одного за другим методично отправляют в утиль. Единые проснулись лишь в последнем раунде. И с такой вялой игрой вполне должны быть довольны и одним заработанным очком. В остальных поединках 13-го тура не было зафиксировано ни одной ничьи. Борьба идет полным ходом. Мини-сенсацией стало поражение команды «Нави», так и не сумевших сдержать натиск агрессивных носорогов. Одержав громкую победу, «ТТ Насхорн» в 14-м туре выходит на встречу с бойцами «Виплей». В первом раунде команды расходятся миром, но аккуратная разведка продолжилась и во втором на «Рудниках». Здесь танкисты заняли позиции в центре, поочередно обмениваясь одиночными снарядами. Тактика из разряда «Кто ошибется первым». Эту самую слабину дали стальные носороги. Моментально на танковое кладбище отправилось трое — «Шульц», «Фалкон» и «Тоталбест». Мгновение — и металлолома становится еще больше. «Виплей» буквально наваливаются и перестреливают одиноких оппонентов. Счет открыт — 1-0 в пользу белорусской команды. Вперед и только вперед! «ТТ Насхорн» решительно настроен отыграться на «Руинберге». И доказательство тому — необычный сетап. А именно АМХ 13-90 — пара соток и, внимание, сразу два толстяка КВ-5. Команды единодушны в своем выборе и полными составами базируются на «Зеленке». Заметив друг друга, начинают активно размениваться снарядами. Летят очки прочности, летят танки и вновь «Виплей» атакуют сразу с нескольких направлений. Соперник зажат, и синие уходят в отрыв — 2-0. Неутешительный счет вынудил Носорогов бежать вперед. Но в этот вечер белорусов было не остановить. Заряженные на победу парни четко знали, что и как нужно делать. А быть может, вдохновение команде придала девушка-танкистка, выступающая в голд-серии под именем «Пчелка». Как бы там ни было, «Виплей» празднует громкую победу — 3-0. В поединке против ЛФС аутсайдерами казались бойцы «Каскад», занимающие последнее место в турнирной таблице. Однако в Wargaming Net League нет места предопределенности. На «Энске» команды расписывают ничью. Отношения принимаются выяснять на Химмельсдорфе. Огневая поддержка стандартна, пара ИСов, 3 АМХ 50-100 и дуэт «Светляков Т1». Небольшая разведка, определение положения вражеских тяжей и стягивания сил в один район — железной дороги. Украинцы на правах фаворитов встречи пошли вперед, но тут же получили достойный отпор. Откуда ни возьмись, буквально из тыла выскочил Смайл и с трех выстрелов разобрал на части вражескую сотку. А Плеуха подействовала на ЛФС должным образом. Парни перешли в контрнаступление и не только сравняли количество боевой техники, но и вышли вперед. Основная группировка противника уничтожена, а на вражеской базе вовсю развивается родной флаг — 1-0. Если «Лукинфо» спонсор надеялись на легкую прогулку, то зря. Аутсайдер Голдсерии показал всю свою прыть в следующих раундах и на заключительный пятый бой команды выехали при счете 2-1 в пользу ЛФС. Украинцев счет устраивает, а вот каскад удивляют и штурмуют гору четырьмя АМХ с 13-90 и одним Т-69. Шустрые французы моментально занимают гору и полностью перекрывают центр. Да еще и соперника оставляют в меньшинстве. Перетяжка сил выходит для ЛФС слишком дорогой. Танки оранжевых один за другим отправляются в мир иной и команды расписывают ничью в матче. Для «Тигров» это безусловно успех. Ну а ЛФС скорее теряют два очка, чем зарабатывают одно. Коротко об остальных матчах 14-го тура. Казахстанских панд сметают бойцы Торнадо 0-3. Аркейд с минимальным отрывом обходят Сейнт 2-1. ГГВП с таким же счетом уступают НОД. Разгромное поражение терпят ГРА в матче с CGT 1-3. Очередная ничья для Юнити на этот раз с пиратами из Корса. А в центральном матче Тура Нави со счетом 1-2 проигрывают безоговорочным лидером сезона МАЙНД. Анализ битвы грандов, как всегда, смотрите в программе «Матч Тура». МАЙНД закрепляются на первой строчке турнирной таблицы и добывают прямую путевку в лан-финал. А вот борьба за второй слот обостряется. С минимальной разницей друг за другом идут Нави, Юнити и ТТ Носхорн. Корса и Торнадо сражаются за восьмую позицию с одинаковым количеством очков. Ну а в нижней части рейтинга ситуация запутана до предела. Сразу пять команд имеют шансы присоединиться к Пандас и Каскад на пути к Сильверсерии. Численное преимущество на поле боя — это, конечно, аргумент весомый. Но вовсе не определяющий. Не верите? Тогда смотрите за настоящими героями из команды «Сейнт». Остаться вдвоем против семи вражеских танков — страшный сон любого танкиста. Казалось, что смогут сделать два советских тяжа против трех французских соток, двух ИСов и пары разведчиков Т-1? А вот что! Смотри, это Ватараном. Второго спушки. Хорош, Спектр. Все танкуют бортами. Спектр тоже. Подожди. Тут, по-моему, Вадим Спектр решил выиграть игру. Все остальные отдались, а вот этот парень имеет какие-то серьезные планы и сам пытается мансоваться. Не пробил Джаред! Очередное непробитие от Джареда. Вот Ноуник на полном ходу вылетает в ИСа третьего. Здесь нужно пытаться танкануть бортом. Есть непробитие. Ну смотри, Ноуник ваншот и остается для Яваса. Жестко отыграл. Явас может победить. Их там долго захватывать еще ты первому. Да, если пройдет 411 урона от Яваса, это будет печально. Но 311 — это... Спину выезд на ИСа третьего сейчас будет. А смотрит-то назад. Назад, ой, красавчик! Захватчик базы уничтожен, а проворный Явас сохраняет жизнь и вместе со Спектром возвращается в ангар за медалями героев тура. Что не говорите, а учение свет. Ведь порой победу в бою приносит вовсе не точные выстрелы и крепкая броня. А самое обыкновенное, пусть и немного курьезная разведка. Помните, как недавно юркие светляки Сейнт демонстрировали настоящий мастер-класс ведения партизанской войны? Вот и сейчас хитрые разведчики святых затаились в укромном подъезде Руинберга. Их задача – пропустить соперника вперед и тайком захватить базу. Но вот незадача. Рина, видимо, не только стрельбу на тренировках оттачивает, но и программу апдейт внимательно смотрит. Вспомни прошлый выпуск, девяностик единых разворачивается на 180 градусов и на всех парах мчится к засаде. Попались! Светляки моментально находят причины фиаско. Я в свету. Они из нашей игры смотрят офигенно. И все. Джорс. Лол. Мы популярны. Да уж, у каждой популярности есть и свои курьезные минусы. Ну а у некоторых танкистов лето – в прямом и переносном смысле. В бою против вездесущих Сейнт бойцы Аркейд раз за разом подгорали от жарких выстрелов соперника. Отрадно, что огнетушитель всегда с собой, но драгоценные очки прочности это вряд ли вернет. На этом все. Не забывайте про нашу группу ВКонтакте, подписывайтесь на YouTube-канал и играйте в танки. Скоро увидимся. Пока! В следующем выпуске программы апдейт. То, чего ждали весь сезон. Кто войдет в восьмерку сильнейших команд Голд-серии. Решающая битва титанов за путевку в лан-финал. То, с чего все начиналось. Для кого очередной выход на поле боя станет победным. Последний тур группового этапа Голд-серии. Кто-то сохранит себе место в самой престижной танковой лиге, а кто-то распрощается с ней навсегда. Подписывайтесь на канал. Добавь! Убей! Субтитры создавал DimaTorzok